Олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова. Вы впервые на баскетболе? Да. Да, первый раз. Мне сказали, что матч будет очень сильными соперниками. Я надеюсь увидеть сегодня красивую игру и получить удовольствие. Я вообще очень люблю шоу, потому что там такая расслабляющаяся. Оу! Оу! Юханес! Хочу это запечатлеть. Я не могу, извините, пожалуйста, это прямой эфир. Ничего не подстроено, просто я не могу это не фотографировать. Прямо вас на широкоугольный надо снимать. Спасибо, Юханес. Спасибо. Были у вас когда-нибудь в этом фотографии с баскетболистами? Да, у меня была фотография, как раз ты сейчас вспомнила, с Рио, где я еще меньше ростом. И вы еще меньше роста? Да, я примерно по пояс, наверное. Были наши баскетболисты, четыре парня, и я маленькая такая, как стоп-хлоп. Гимнастика и не дали вид спорта, но при этом есть как бы и командный зачет. А в чем основная, вот как вы думаете, схожесть между гимнастикой и баскетболом? Основная схожесть, наверное, в видах спорта, я думаю, что это выносливость. У нас, во-первых, тоже очень важна прыгучесть. Я думаю, что здесь тоже. О да, о да. У нас тоже очень важна прыгучесть. То есть у нас изначально не отбирает детей, которые как бы толкучие. Вот. Ну, скорость, у нас так координация, координация. А как тут сказали детей, которые... Толкучие. Ой, толкучие. Я просто хочу знать такое слово тебе, да. Может, такого нет, я не знаю. Не-не-не, я готов прыгать. И координация, конечно. Я думаю, что здесь тоже должна быть сумасшедшая координация, сообразительность. Это у нас то же самое. Потому что обычно говорят, гимнастика – это координация. Несмотря на ваш рот, такой впечатляющий, баскетбольный, вы сами пробовали играть в баскетбол, может быть, в школе? В школе, да. Да, и как у вас получалось? Я знаю много историй, когда там ребята в школе бегали, что-то там на сборной даже играли и так далее. Я помню, да, у нас было как бы такое направление, баскетбол, мы там по очереди же проходим, направления разные. Да, было, ну что, мячиком попадало иногда в кольцо. Добрасывали. Добрасывали. Про ваше хобби давайте поговорим. Это сноуборд. Если зимнее, то да. Так, и как вам? Мне очень нравится. Что вам нравится? Мне очень нравится сноуборд. Во-первых, я люблю скорость. Но, опять-таки, сноуборд – это очень опасно для моего вида спорта. Особенно у меня проблемы с коленями. А там очень сильно грустятся передние связки. И да, я всегда катаюсь аккуратно, очень боюсь упасть, получить рамп. В общем, попе такое через страх. А тренер особенно за меня боится, да. Но мне очень нравится. Я прям... В общем, тренера вам не жалко, я так понял, да? Нет, тренера жалко. Тренера жалко, но сноуборд. Ну как без него? Наталья Забияка – фигуристка. Серебряные медали Олимпийских игр 2018 года. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Настроение отличное просто. Первый раз на баскетболе. А до этого по телевизору смотрели или как? По телевизору я несколько раз смотрела, не скажу, что полную игру. Мне просто кажется, что вот некоторые виды спорта, их прикольнее смотреть именно на месте. Потому что, допустим, фигурное катание по телевизору неплохо. Там и ракурсы поближе, все такое. А вот именно какие-то командные виды, вот баскетбол, классно приходить именно на площадку. Мы приготовили для вас конкурс. Прыгать не надо, не переживайте. Жаль, жаль. Нет, хотите, пожалуйста, я... У нас просто, если оператор какой-то нам позволит, мы, пожалуйста, можете разбежаться, прыгнуть. Я повторить не смогу точно, потому что... Ну, просто лучше этого не надо делать. Мне еще все-таки вести эфир. Я думаю, да. А конкурс у нас для вас следующий. Мы сейчас с вами будем смотреть на экран, который прямо перед нами, и угадывать, это баскетболист ЦСКА или нет. Ну, как будто бы уже можно угадать. Это как будто уже можно, да, сказать, что баскетболист. Баскетболист. А еще и баскетболист ЦСКА, скорее всего, Андрей Лопатин. Да, очень похож. Так есть же, баскетболист ЦСКА, Андрей Лопатин. Фактура прям точно баскетболист. Вам видно? Хотите, давайте прямо подойдем. Прям подойдем. Давайте прям подойдем. Баскетболист ЦСКА или нет? Нет, не баскетболист. Он больше на рэпера похож на. Так правильно, это рэпер. Это не баскетболист ЦСКА. Есть. И у нас замечательная, прекрасная новая гостья. Анастасия Янкова. Сегодня пришла впервые. Впервые на баскетболе. Впервые на баскетбол, да. Ребята, у нас с вами какой-то просто особенный эфир, потому что все три гости впервые на баскетболе. Я всем невероятно завидую. Расскажите, что ждете тогда от вашего первого похода на баскетбол? Мне вообще интересно всегда смотреть спорт другой, в котором я, честно говоря, мало что понимаю. Но я понимаю, что такое спорт в целом. Я очень быстро включаюсь в переживания. То есть я ловлю вот эту волну и атмосферу. И вот это будет укренование эмоций, да? Да, то есть это круче, чем сериалы. Это круче, чем кино, потому что здесь живые эмоции настоящие. Как отличается вообще ваше спортивное окружение непосредственно там в боях, да, где вы были, по ту сторону экрана и вот по эту сторону экрана? Вот спортивные журналисты, спортивные работники. Как это все? Ребята увлечены спортом, тем, что делаете. Мне очень повезло. Я в основном беру интервью, разговариваю, общаюсь в кадре. С спортсменами. И, наверное, мне немножко легче, потому что меня не воспринимают как вот этот журналист, который сейчас будет все выведывать, то, что они хотят рассказывать. Такого нет. Меня воспринимают как девчонку, с которой они выступали на одном турнире, с которой они готовились когда-то. И как-то это легче. Плюс я кайфую от того, что я разговариваю с людьми, которых я понимаю, и я понимаю, что они чувствуют. То есть, когда мне говорят про весогонку, я знаю, что такое адская весогонка. Но, естественно, журналист не может знать, что такое, когда ты обезвожен, когда ты в сауне сидишь часами и так далее. У вас очень много ипостасей. Какая зима больше всего похожа на баскетбол? Мне сначала, наверное, нужно сегодня вникнуть, посмотреть очень внимательно, посмотреть на лица игроков, посмотреть, что они чувствуют. Вы смотрите на них лица, когда их меняют. Вот это самое. Когда они багровые, устаршие. На них кричит тренер. И вот это вся миллион эмоций, которые ты испытываешь в момент. Мы же будем в спорт за это. За то, что там все по-честному. Нельзя сыграть. Какой из командных видов спорта вам нравится вообще больше всего? Ну, наверное, из того, что я смотрела вживую, хоккей. Мне было очень интересно смотреть. И мне показалось, что это тоже очень... Когда Топгай выходят и сбрасывают в чатки? Ну, нет, нет, нет. Ну, я должен к Фиширову нашутить в такой ситуации. Я понимаю, я понимаю. Следующий вопрос будет, била ли я когда-нибудь мужчин. Не подглядывайте в мой сценарий. Все понятно. Ну, на самом деле, мне просто удалось тогда прочувствовать вот эту вот командную историю про единоборство. Часто говорят, что это не командный спорта. Ну, да, по факту это действительно не командный. Но все равно ты, когда выходишь, ты чувствуешь свой угол. Вот ты выходишь в ринг, и ты там один. И твой оппонент, да, против тебя? Но при этом в твоем углу твоя команда. И очень важно, чтобы у тебя был коннект с ней. То есть, когда тебе вокруг все кричат, например, ты не на своей территории. Сражаешься где-то в другой стране. Ну, очень тяжело сосредоточиться. Там тебе свистят, кричат не потому, что ты плохой человек, а потому, что они болеют за своего. Да, это 100%. И тебе важно слышать голос тренера. И не просто слышать его, а действительно понимать, что он говорит, и делать это. Даже не обязательно пропускать через мозг, а просто делать. как робот. И вот в этом команда есть набор. Анастасия, большое вам спасибо. Прощаемся с вами прямо сейчас в прямом эфире. И ждем вас уже на баскетбольной площадке. Желаем победы нашей команде. Ведь что? ЦСКА всегда будет первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова